и наконец-то настала весна тепло хорошо птички поют здорово вообще тепло и мы приехали на старое старое место помните где одно из первых видео коротеньких который называлась там сгоревшая деревня и мы увидели что что здесь все перепахано и теперь можно ходить по свежему у меня первый же буквально только приехал первый же сигнал и это чешуйка алексей михалыч здесь но добра много здесь была распашечка алексей михайлович да здесь другие попадаются редко бывает иногда грозный конечно но в основном алексей михайлович что же с почином ну чё там сайт показывать и нашел так у меня здесь еще сигнальчик показать что подходит блин так и это перстень сожалению без камня такой-то обломочек перстня но крестик до пуговка интересненько ранее времен шеи крестик хорошенький хорошенький крестик подразумевает подозреваю что нет наверно уже после реформенной да это уже более современный но по изготовлению где-то вот как раз я нужно после реформенной свек уже наверно 18 такая походу серая бронзов может быть конец семнадцатого и начало восемнадцатого века 15 копеек 15 скалол писать и гирька обломана крестик обломаны и николай ну трудно очень ходить потому что распашка стрёмная сейчас еще подтает немножко мы вообще будем налипать конечно все сигналов никаких нет почти но тем не менее какие-то что-то лезет я гляжу серега пошел поперек борозды в принципе ему все равно да и нам тоже как-то до лампочки у у меня очередной сигналчик и я уже вижу вижу что там что чешуйка чешуйка скорее всего чья скорее всего все михалыча так еще одна ищем дальше и здесь много очень много ищем дальше ребята там закопались не знаю что они нашли у меня очередной сигнал хороший сигнал мощный и на этот раз какая-то не знаю что такое какая-то приблуда какое-то украшение чего-то какой-то там дракон крылья дракона или что-то такое змея какого-то посрединочки дырочка с другой стороны ничего нет какое-то украшение от чего-то непонятно неизвестно будем считать шмурдяк сигнал настолько мощный что даже лопатой копать не стал понятно что на поверхности вот тут железка и это пуговица у нас простая бронзовая большая пуговица без каких-либо орнаментов совершенно не интересная но тем не менее такая вот находка кривая вся довольно старая думаю что как раз тоже времен наверно какой-то там 18 века может быть самого начала 19 подошел серега к нам все показывать что нашел доставай делись впечатлениями находками там так кривишка тут и там 48 монет как банка как банкомат знаешь 50 рублей снимаешь он так пересчитывать как будто там 500 тысяч он тебе хочет выдать монетки крестики а я тоже перстачок такой же обломочек нашел только такого квадратного николай 1 копейка до часто здесь находка николай первый полушка и потому серёги еще и в рпш он отдельно так запихнул до такого нифига она даже в сохране ядрить карамысла даже орла видать хорошо хорошо отлично вообще она не гнилая ни разу вообще ни разу не гнилая и прям до блеска но от драйд чтобы этот подчеркнуть рельефчик и запутинировать темной патинкой все будет шикарно хорошего рпшка вот в рпшка уже радостно жалко что не те времена когда не денег достроили но среди них тоже были раритеты раньше сейчас как я посмотрел вот у меня есть самая самая редкая из них короче какая-то самая-самая редко когда-то она стоила там скажем там 27 тысяч рублей но сейчас за ней никто не хочет давать даже тысячи рублей поэтому все изменилось металлоискатели стали чувствительней берут всякую мелочь естественно находится естественно все бесценивается на радость нам и на гадость коллекционерам в живую посмотрим что-то серега там зацепился гнать их показываем от оператора нет снимать некому соответственно чешуйка до 100 пудов я проволоку все отсюда вытащил туда и знаешь сколько уже накопал не знаю где-то берешь постоянно свинца проволок а это чешуйка я знаю пуля пуля до смутного времени пистольная маленький калибр с сливочкой и рассказывал про такие пули а я восемьсот двенадцатого года здесь пулю нашел то есть от более позднего штуцера уже а это еще вот фитильное ружье было как раз времен наверное алексея михалыча и причем их здесь очень много такое ощущение что здесь постреливали но с другой стороны здесь конечно жил когда-то может быть барин и и вот он любил там пошугать тут девок попалить в пауткам воздух я говорю грозенске так посмотрим здесь грозенске все михалыча здесь нет такси михалыч на другом конце так сашки чешуйка подожди подожди подождение это что-то интересное это какая-то не нестандартная то есть этого скорее всего не алексей михалыч я даже не знаю кто ничего здесь не видно это надо чистить смотреть серебряшка пробиться до екатеринская серебряшка мы уносили это с этого подожди не убирай чешуйку облачник что-ли иди посмотри себе это я вообще не понял я думал вообще алюминиевая фигня потом смотрю она пробита думал вряд ли алюминий будет пробивать с двухглавым орлом это кого нашел то вообще откуда это анна ивановна дело-то орет анна ивановна 2 говорю не этот не профиль потому что был главы орел нарисован мне кажется одноглавый со скипетром со скипетром но 2 главы у нас не было то чё по крайней мере в одну сторону но это просто затерта одна голова поменьше это интересно и кстати вот это вот более интересно потому что это не копейка это алексей михайлович или михаил федорович но это у нас деньга то есть вот эта деньга а эта полушка тот попал деньгачи какой-то солит полу деньга это импортная монета на иностранном написано с стороны вот кто-то таскал значит польская скорее всего наверно одноглавый орел а нет нашел ты его кого одноглавого орла прикольно да ари какой-то орел сдержала скипетром хорошую полушечку тоже тут нашел вот туда по краю шоу вот это вообще прям вот на поле может на тулат валу потом зафотографируем крупненько молодец они продал всех побеждает ставим лайки все будет хорошо кто еще тот найдет еще один сигнал очередной и опять маленький сломанный перстенечек с каким-то орнаментом жалко лугами все это поломала но с другой стороны металл гнилой конечно давно здесь все лежит это дело совсем маленький какая-то маленькая девочка носила с той же самой ямки прямо из той же только глубже перстенек был наверху а под ним чуть чуть поглубже на пол штыка где-то крестик листик ушатанный в хлам землей с отломанным ушком но тем не менее прямо из той же самой ямки ничего интересного но тем не менее находка все равно старина древности обсказал артефакт так здесь пуговка гирька час секунду обычная пуговка гирька неизменная сопутка чешуи там где есть пуговки гирки ищите чешую найдете не ошибетесь обычная без орнамента такая неинтересная но тем не менее пуговка гирька саня нашел масона пять копеек масонские до прикольно масонский пятак отличном сохране просто в идеальном сохране если еще птичка будет такая же хорошая скорее всего она таковой и будет потому что он говорит где-то в овраге нашел да в лесу там спускался прикольно но рядом не было сигналов вообще ни одного никаких просто потеряшка ну да 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 там много с оврагов тампана вытаскивали и катина пятаки на в овраге вот прям на склонах попадались прошел там не был него стал же выползать и прям нас люди ходили через речку на ту сторону соответственно падали терять классно вот самая лучшая находка засели до сайт ты рад это все тебя пиво ну ты понимаешь так сигналчик чуть-чуть мы перебрались другое место потому что но устали мы ломать ноги по этой перепаха на и сильно очень не распространенный грязи в сторонке на том же месте но немножко в сторонке и тут тоже как бы идут сигнальчики здесь фундамента стояли когда-то давно и вот передача есть посвященная наперсткам у меня вот наперсток такой довольно старый наперсток без навершия так вот на палец одевался и ребята ушли куда-то подальше а я лазил здесь по фундаментам железа много мусора много но попадаются и находки и следующая находка жалко не целая поэтому я не могу точно сказать что это такое какой-то знак был какой-то значок серп и молот и надпись рсфср что говорит о том что знак довольно ранее то есть начало двадцатых годов то есть до того как наша страна стала называться ссср вот ну кто знает подскажите от чего этот может быть знак потому что я в знаках не очень разбираюсь так что не стесняйтесь делайте предположения и пишите в комментариях что это был за знак от чего эта запчасть последующий сигнал и снова наперсток вот он снова старый довольно наперсток без навершия не самая интересная находка скажем так сопутка но тем не менее это артефакт по-моему если отмыть там даже какой-то возможно будет орнамент или надписи а вот тоже достаточно интересная находка это замок конечно ржавый весь не бронзовый железный но старинный замок вот такое что что же артефакт можно будет его отмыть возможно и повесить на стену как сувенир если удастся конечно если под воздействием чистящих средств он не рассыпется в труху серёга там копает счета чё-то копаешь серёг чудо земли докопался уют тут кто так ну пока серёг капает у меня тоже сигнал я вижу то вот торчит желтый желтый торчи желтый хоп пролетари всех стран соединяйтесь копеечка какой год двадцать девятый год серёг двадцать девятый чё у нас ночи хлам нен копеечки бывают там по 400 рублей дам дануть и двадцать девятый год в идеальном сохране вообще хороший сигналчик нашелся дай на ухе посмотрю 05 сигнал 05 это громкость ну короче поверим да сколько там 79 83 похоже на монет куда немного чем-то а вот это чё такое то а так у корня какие с глубины и смотрю идет как усталая подлодка монет фигня какая-то а-а-а-а конина вот зараза ну да а сигнал был так хорош жаль на монету не похож так ну чё все мы уезжаем как-то сань чё скажешь нормально ну да при условии что по выбитым местам до серёга вон там серебряшку да нашел ну вот такой вот результат получился у нас чешуйки совдеппинги какой-то раз фсср 5 фенинга вот двадцать четвертого года вы морские до почти что золотые такой крестик 5 копеек самый цивильный на сегодня 5 копеек на этот масон какая-то вот такая приблуда откуда если кто знает расскажите кто железнодорожники есть там явно какая-то кх к мкх ржд или гжд какая-то вот опять же все вот это вот дело да очень хорошая вот такая вот в рп шичка и 5 копеек 1890 года вот такая вот серебрушка все ну и горы шмурдюка всякого короче там у каждого там в карманах по 5 килограмм вот все вот такой результатик сегодня ребята скажите что нибудь это сегодня первый более-менее серьезную нас выезда в целом так конечно но ты были дан по выбитым местам то что говорит еще раз выбитых мест не бывает весна выполнить все равно целую кучу добра всякого все мы поехали домой до в эфире когда бьют московские курсанты как говорил все равно а ну а 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